Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетом Ильжа Александр, и это золотые приключения в игре под названием Гидронир. Мы тут всякие трубы устанавливаем, достаем землю из-под земли, перерабатываем ее и становимся богаче. И, друзья, только в конце прошлого ролика я понял, какую колоссальную ошибку совершил. Посмотрите, казалось бы, все вроде бы на первый взгляд неплохо. Конвейер работает, почва добывается, но почва идет совершенно не туда, куда нам нужно. Она идет прямиком в тазик, а нам же почву сперва нужно переработать, поэтому весь этот конвейер придется переустановить. Жесть! То есть, я не знаю сейчас, как это сделать максимально удобно, чтобы ресурсы шли в дробилку. Нет, можно, конечно, поставить и здесь дробилку, воткнуть ее, да, в эту цепочку. Но, по-моему, это будет не очень красиво. Я бы хотел все-таки сразу вот сюда ее запихать. Но для этого нам понадобится как-то, как-то, как-то вот так сделать, либо поднять наоборот трубы и пустить конвейер снизу. Здесь то же самое. Это мне нравится. Да, это будет выглядеть слишком громоздко, но мне будет нравиться, как это выглядит. Потом можно будет модернизировать. Короче, друзья, вся наша конструкция провалилась. Конкретно здесь, конкретно сейчас. Сейчас печально, конечно, но что поделать? Придется разбирать все это добро. Вот эти все компоненты придется убирать. Трубы тоже придется переставлять. Ах, ну... И эту штуку поворотную тоже пока переставим. Поэтому давайте-ка поступим мы с вами, друзья, так. Это мы извлекаем, это мы берем, это мы устанавливаем, это мы берем, это мы устанавливаем. И, пожалуй, все-таки конвейер будет идти понизу. Трубы вот эти мы немного поднимем наверх. И, я думаю, с этим проблем не будет. Так, давайте-ка мы вообще сейчас все оборудование выключим. Какое-то время оно не будет работать, не будет ломаться, не будет нам мешать. Дробилку, в принципе, можно не выключать. Так. Для того, чтобы все получилось, нам нужно... Слушай, а получится ли здесь установить конвейеры? Земля же вот эта, она нам помешает. Ага, а это ведь земля, которую нельзя добывать. И где моя... И где моя кирка? Иди сюда, моя хорошая. Черт возьми. Похоже, понизу не получится пропустить. Здесь просто не получится, да, конвейер установить. Эта земля не добывается. У-у. Вот здесь добывается, а здесь не добывается. Значит, придется все-таки пускать конструкцию наверх. Да уж. Получится и правда громоздко. Ну и ладно. Давайте тогда прямо сейчас это и сделаем. Так, нам нужно в таком случае... Пух. Нужен диагональный конвейер. Сейчас возьмем его, он у нас есть. Установим и все будет здорово. Только погоди, я опять не могу сформулировать у себя в голове, как это все должно стоять. Либо ставить... Да нормально, наверное, подойдет. Да, сначала такая труба. Для первого уровня. Потом вот так. Далее, нам нужен следующий конвейер, поэтому нам понадобятся две угловые. Я не знаю. Да, нам нужно получиться. Так, так. Так. И еще одна угловая. Есть ли у нас про запас угловые? Да, вроде бы где-то тут. Вот она. Уже взял ее, а говорю, что где-то тут. Так, что я делаю? Вот так. Вот так. И нам нужен конвейер поднимающий. Где бы его надыбать? По-моему, у нас их и нет. Придется отправляться в магазин за покупками снова. Но оно и к лучшему. Черт возьми. А еще, возможно, клотиум не будет добываться. Кто-то говорит, что нужно еще глубже копать. Но, друзья, в этой конкретно локации мы прокопали максимально глубоко. Там уже земля, которая не разрушается. То есть мы прям до самого днища конкретно тут раскопали. Поэтому глубже не получится. В другой только если локации. Так, а что по денюжке у нас? Жесть. У нас, конечно, оборудование здесь супер дофига. Но оно и к лучшему. Потом не придется мотаться. Где что я хочу? Да, золото. Плюс я обмолвился, что хочу перевести всю эту базу на другое место. Да, все оборудование. Но мне многие начали писать, Саня, а не надо? А пускай оно тут работает? А пускай оно добывает? Да, с одной стороны круто, когда не нужно тратить время на перевозку. И тут будет добываться, ну, золотишко. Но проблема в другом. Придется постоянно ездить сюда. Постоянно это золото брать. Потом станки будут ломаться. А я буду на другом конце карты. И я не узнаю, сломался станок или нет. Короче, это много головной боли. Типа станок сломался, а я где-то там. И все это время тут золото не добывалось. Я возвращаюсь сюда за золотом. А золота нет, потому что станки сломаны. Еду обратно туда. Вот это туда-сюда мотаться отстой. Честно. Я лучше один раз потрачу времени, там, сколько? 20-30 минут. Все это оборудование перевезу. И все же его установлю в другом месте. Там места дофига будет на новом участке. Поэтому, ну, с этим проблем быть не должно. Места будет дофига на новом участке. Так что, друзья, вот так, да. Будем переезжать. Так, бросай сюда. И я поехал. Правда, друзья, меня интересует один нюанс. Ведь нам нужен не только конвейер, который поднимает, но и конвейер, который будет опускать вниз. Такие конвейеры вообще существуют? Вертикальный конвейер. Да, а как вниз потом опустить? Просто оно будет рандомно падать на обычный конвейер? Этого будет достаточно? Ой, а что, а что? А, ну да, я так далеко унес. Думаю, нифига себе. Уже бесплатно раздают. А нет. Нет, придется так делать. В общем-то, друзья мои, сколько их купить? Три? Два? Два достаточно должно быть. Ну, давай возьмем три. Ладно, ладно, ладно. На будущее. Три это сколько у нас? 969 рубасов. И нужны обычные еще конвейеры. Два. Куплю еще два обычных. Ну, все, 1400. Жалко. Но зато под расчет хватило. Так. Опять же, если останутся лишние, то мы их используем когда-нибудь. Давай, ставься. И это тоже сюда переставляй. Палет я не стал брать, потому что, ну вы видели, от палета толку мало. В переноске таких крупных объектов. Там если мелочь какую-то, трубы, например, это удобно. А с этими нет. Домой теперь, домой. А, вот еще один минус в пользу того, чтобы туда-сюда мотаться. Топливо будет заканчиваться. Просто будет заканчиваться топливо. Это надо же будет еще постоянно машину заправлять. Короче, ну слишком много головной боли. Лучше перевести и просто добывать золото в одном месте. Этого будет хватать. Если поставить нормальное оборудование, и даже будет настолько много денег, что их некуда будет девать. Поэтому никакого смысла делать по всей карте я не вижу. С деньгами у нас уже, в принципе, проблем на самом-то деле нет. Все, что хочется покупать, мы покупаем. Ну, практически всегда. А в будущем так будет вообще? Когда у нас будет стоять, например, там, не знаю, 50 буров. А? Неплохо звучит? По-моему, отлично. Так, берем. А, у нас же нет золота, слушай, для этого. Так, давайте пока вырубать станки, слушай. Пока, пока нужны станки. Пока пускай работают. У нас же золота не будет на трубы, на ремонт и на прочее. Поэтому пускай. Так. Куда втыкаем? Сюда, получается? Ну, а, уже поставилось? Э. Ну, 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 спасибо. Так. Станок работает. Теперь нам нужно вот так провести. Одного было бы недостаточно, да? А это уже слишком высоко. А если бы один поставили, то... Трубы бы упирались. Можно было бы трубу поднять, а не станок. Ой, не конвейер. Конвейер упирался бы в трубу. Что-то я сам себя запутал. Короче, можно было бы трубу поднять. Ну, ладно. Уж раз так начали делать, то пускай. Пускай будет так. Далее. Нам нужны две угловые трубы. И сейчас глянем, есть ли у нас деньжата. Потому что... Потому что, по-моему, были, когда я покупал трубы. Да, и 890. Слушай, довольно много. Вот тут уже потребуется, друзья, палет. Где-то, мой хороший. Хотя, в принципе, сколько у нас тут угловых? Одна. Тут нигде не завалялись угловые. Не, похоже, все трубы потратили. Сейчас будем закупаться трубами опять по полной. Так. Пошли мы... О, он еще и медленный. И... Все-таки бесячий палет. Хочу положить сюда трубу. О, положилась. А она, блин, не кладется. Вот, допустим, сейчас. Хочу положить. Она уже все, не влазит. Придется подпрыгивать. И она вываливается, блин. Что ты будешь делать? Ну... Ну как положить-то ее туда? Во. О, жесть. Бесит. Дико, друзья. Ладно, это пока все, что нам нужно. Больше... Ну вот, ну вот, что это такое? Почему она не крепится? Во. Закрепилась. Все, это пока все, что нам нужно. Я думаю, этих труп пока хватит. Осталось только дотарабанить это все до базы и лечь поспать. Уже темнеет, блин. Нифига не видно. Сейчас, короче, буду, друзья, спать. Я даже не вижу, куда иду. Просто не вижу. Ладно, пускай и тут валяется. А, я положить не могу на землю. Класс. Понятно. Потому что что? Потому что мешаются объекты. Я спать. Ничего не знаю. И все, я устал. Ну, просыпайся. Я уже отдохнул. Давай. Так. Следующий шаг. Нам нужны угловые трубы. Целых сразу две бы хотелось брать. Так. Первая есть. Вторая. Вторая. Давай ее сюда. Конечно, с давлением... Куда я запрыгал? С давлением придется еще повозиться. Давай, наверх. О. Хорошо. Можно сразу тогда и прямую трубу поставить, чтобы не пришлось потом мучиться. Слушай, а мне, наверное, не хватит этих конвейеров. С такой-то конструкцией. Скорее всего. Попробуем, конечно. Ну, вот так. Какая-то безумная совершенно конструкция получается. О, сломалась уже. Вот об этом я и говорю. Раз. Два. Ой, дробилка сломалась. Плохо. 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 Трис. Так, сдали. Нам нужна еще одна прямая труба. О, она сама установилась. Прикольно. Я даже не успел подобрать место. Она раз и встала. Еще одна прямая труба. Вот так. И что-то какая-то фигня получается. Нет, разве? Ладно. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, когда все встанет на свои места. Зачем можно же было снизу провести? Да я не знаю, друзья. Ну, уже как сделано, так сделано. Конвейеров, в принципе, хватает. Пока хватает. Есть. И вот в чем проблема. Как опустить всю добычу? Разве что можно сделать... Разве что можно сделать так, чтобы оно падало. Здесь придется еще одну конвейерную линию ставить. Прям под этой штукой. Ну, это, по-моему, глупость какая-то. И поворотная нам нужна целых две. Хотя не обязательно. Возможно, получится обойтись бесповоротной. Ну-ка, давай попробуем снизу поставить. Встанет ли оно вообще снизу или нет? Вот прям тут. Если золотишко будет прям падать вот так вниз. И дальше по конвейеру идти сюда. То, возможно, обойдемся без этого. Так. Вопрос в том, как мы это сделаем. Потому что я пока не совсем понимаю. Можно сделать ответвление. Для этого нам понадобится Т-образная труба. Что-то я окончательно начинаю запутываться максимально, друзья. Вы бы знали, насколько. Так. Вот она Т-образная. И да, друзья. Если вам понравится этот видос. Или вы захотите меня поддержать. Мне будет очень приятно, если вы это сделаете с помощью лайков. Это поможет сконцентрироваться. Так. Тогда мы, получается, вот здесь извлекаем участок. Да, давление упадет. Но мы потом с помощью... Устанавливайся. Конечно же, это не так. С помощью... О. С помощью дополнительного оборудования. Мы как-нибудь эту ситуацию решим. Этот вопрос. Далее. С помощью дополнительного насоса. Вот так. И в целом... Вопрос. Оно заработало. Если воткнуть сюда пробку. Если воткнуть сюда пробку. Надо воткнуть пробку. И посмотреть, как будет идти земля. Конечно, включать надолго я не буду, бур. Мне нужно... Хотя, зачем за землей бежать? Я ж могу просто... Эту взять. Да. А я ж могу взять просто любой объект. Пкинуть его на конвейер. И посмотреть, пойдет ли он по тому пути, который я ему придумал. Так, давай. Хорошо. А, нет, не сюда. Вот сюда. Бесит меня эта вода. О. Так, давайте возьмем, ну не знаю, какой-нибудь кусочек камня. Золотишко. О, оно все забилось. Смотрите, не туда падает. Землю придется убирать отсюда. Потом переработаем. Не проблема. Шесть. Все забилось. Блин. Эх. Зато как много драгоценных камней, посмотрите, друзья. Прямо реально дофига. Нам же тут нужно будет еще все распределить по своим местам. Так, давайте, друзья. Че я почему ничего не взял? Куда? Куда это бросать? Что это за адская машина? Да... Что? Ловушка для меня. Самая настоящая. Так, давай. Бросаем, например, сюда. Оно едет, катится и посмотрим, упадет ли оно или перелетит. Вот что мне интересно. Где объект? Надо было сразу сюда бросать его. А, стой. А, не, вон идет. Я уж подумал, что он туда повернул. А потом вспомнил, что мы же там обрали конвейерную линию. Так, ну не так быстро, как хотелось бы. Кстати, можно будет здесь буры поставить, а? В будущем. Почему бы и нет? Собственно говоря, почему бы и нет? Так, и... Падает ровно. Идеально. Идеально. Теперь землю проверим. Упадет ли земля? У нее немного другая физика. Вот этот большой кусок, например, возьмем. Надо это закопать, потому что это будет меня бесить. Это яма. Я каждый раз в нее попадаю. Так, давай вот так. Главное, чтобы не перелетало. Потому что вниз опустить я никак не могу конструкцию. Это единственный способ. Нет вертикальных конвейеров, которые... Все, идеально. Которые вели бы туда, куда нужно. Лопата нужна срочно. А то у меня реально в один момент просто жопа сгорит. Где лопата? Класс. Я опять потерял лопату, что ли? Серьезно? Нашел лопату. Ура, друзья. Ура, ура, ура. Лопата найдена. Надо срочно закапывать вот эту яму. Жесть какая-то, а не яма. Все, я думаю, больше застревать в ней не буду, да. Даже для уверенности вот так сделаем. Все, лопата пускай валяется тут. Дальше. Продолжаем, друзья мои. Здесь нужно сделать еще один шаг. Не очень приятный, не очень комфортный. Снова падающий конвейер вниз. Придется еще одну Т-образную трубу тащить. Жесть, зачем так все усложнил я? Так, Т-образная труба. Я бы еще и пробку сразу взял, пригодится. Ну ладно. В следующий раз побегу сюда с палетом. Что-то я не додумался. В следующий раз побежим сюда с палетом. Так. Теперь все это придется... Опусти ее, просто брось. Придется все это теперь вот сюда, в эту сеть втыкать. Вот так. Понимаете, о чем я? Это какая-то жесть. Теперь нам нужна угловая труба. Вот так. И нам нужен конвейер. Два. А есть ли они у нас? Слушай, конвейеры закончились. А, нет, есть, но этого недостаточно. Нам нужны будут еще конвейеры. О, так. И еще один конвейер. Безумие. Иди сюда. Сейчас погоним опять за конвейерами. Похоже, придется, друзья, продавать, не знаю, этот... Железо, чтобы была возможность достроить конструкцию. Ну офигеть! Почти получилось! Почти получилось! Хе-хе-хе. Так, теперь нам нужен поворотный конвейер, кстати. А он у нас есть. Это он? Разделительный? Нет, нам нужен поворотный. О, здесь еще конвейер лежит. Шикарно. Возможно, и не придется ехать. Хотя я такой возможности не исключаю. Так, нам нужны угловые. В другую сторону. Вот так. Ну и осталось два конвейера где-то найти. Воткнуть туда и сюда. М? Так. А есть у нас он только один. Ну и как вам, друзья? Такая производственная линия? Да, придется немножечко давление взять с этого станка. Но это ничего страшного. Потому что тут дальше после потери давления идет энергетический камень. Который компенсирует потерю давления. А вот конвейер мы установим. И пробку, пробку. Обязательно пробку. Сейчас, похоже, пойду продам железо, друзья. Железа у нас пока достаточно. У нас его даже, я бы сказал, много. Чтобы были деньги. Хотя золото, думаю, там скопилось уже. Пока я болтал. Пока туда-сюда. Плюс драгоценные камни можно продать. Я думаю, там тоже хорошая сумма уже получилась. Иди сюда. А, даже два конвейера нам нужно. Один сюда. Ну, куда? Вот так. Один тут, а второй там. Так. Давайте вот это все добро продадим. А то с ним рядом прямо... Оооо. ФПС проседает дико. Смотрите, что происходит. Нам срочно нужна штука, которая будет компрессию тут делать с камнями. Посмотрите, ФПС. Раньше такого не было. ФПС 5 единиц 8. Потому что я просто беру этот тазик с объектами. Какое безобразие. Надо будет срочно делать штуку, которая будет компрессию производить. Чтобы все эти камни превращались в один большой. 1300. О, все, продало. Сразу все решилось. Ну и опять же, вот эти камни нужно переплавить. Они тоже вызывают баги. Получится мега... Ооо, энергетический слиток. Я думаю, больше даже не драгоценные камни вызывают такую проблему. А, скорее всего, энергетические. Мне так кажется. Сейчас надо их переплавлять срочно. Этим займемся в первую очередь. Надо переплавить. Так. Так. Все будет переворачиваться. Да. Так, давай, иди сюда. Высыпаем. Плавим. Давай плавься, блин. Так, а в этот тазик положим вот эти остатки. Дурацкие. Так, магнит. Требуется нам магнит. Кто-то видит магнит? О, деньги. Кто-то видит магнит, потому что я... Я знаю, где он лежит. Я вспомнил. Он где-то тут, да. Вот он. Так. Магнит, давай. О, и землю еще магнитит. Класс. О, положили. А, класс. А это нормально? О, там в тазике земля еще. Блин, надо землю высыпать из тазика. Ладно, эти камни мы продадим. Так. Она сейчас будет все вываливаться, пока я тут занят этими вещами. Я продавать. Как много денег! Целых 150 рублей. Да, это было не дофига. Ха-ха. Вообще. Жесть. Какие драгоценные камни необработанные и дешевые. Она все их перерабатывает сейчас вручную. Я бы с ума сошел. Нам срочно нужна шлифовальная машина, которая будет в автоматическом режиме это делать. Но это уже следующий шаг развития нашей штуки. Хотя нужно было сделать это гораздо раньше. Так. Драгоценные камни там уже, наверное, переплавились, я так полагаю. Да, получился супер слиток. Пускай валяется где-то здесь. Давайте тогда уже и это переплавим. Почему бы и нет? Идите сюда. Сразу тоже будет один мега слиток. Деньги, конечно. Так, стоп. Надо же высыпать землю. Нафиг. Так, теперь надо все это погрузить внутрь. А, и землю, конечно, тоже. Почему бы и нет? Деньги нет. Классно. Как же классно работает магнит. Земля, иди нафиг отсюда. Блин, эти комки. Ай. 15 лет игра висела, отвисла. Нормально. Живем дальше. Ну и в чем смысл вообще всего этого тогда? Если вот так вот оно все работает. Что это? Бесят. Бесят. Плавься. Деньги чуть не переплавил. Так, давайте их сюда. Класс. Уже, блин, стемнело, пока я возился с этим добром или злом бесячим. Так, вырубаю все станки пока. Отстаньте. Дайте мне все тут стабилизировать. А то я рехнусь. Честное слово, рехнусь. Дайте навести порядок какое-то время, пожалуйста. Чтоб нормально поставить тазик, чтобы земля туда не сыпалась, чтобы все было хорошо. Так. Вот так. Все, прекрасно. Что там с переплавкой? Расплавилась, переплавилась. Еще нет? 15 лет еще плавится. Ладно, пока загрузим сюда другие камни. Золото пока уберем. Надеюсь, оно нормально сразу все туда засунется. Не так, как было в прошлый раз. Во, вроде бы нормалды. Так, ну что, расплавилась. О, маленький, маленький слиток получился. Какой-то. Драгоценные камни пускай тут валяются. Так, ну и с этим, друзья, вопрос мы наконец-то закрыли. Порядок наведен. Можно опять ложиться спать. Во. Фух. Очень много энергетических камней. Есть побольше, есть поменьше. Потом решим, сколько нам им нужно. И если нужно будет 2 или 3, мы их все скомпонуем, переплавим в одно целое, да? О, тут еще камни есть. Офигеть. Давайте их тоже переплавим сразу тогда. Почему бы и нет? Давайте, плавьтесь. Так, тазик стоит у нас, стало быть. Можно дальше врубать оборудование, я так полагаю. А те деньги, которые у нас есть, мы пойдем тратить сейчас. Слушай, а тут же, наверное, еще есть? Немного золота. Ну-ка. На 1600 еще золото насобиралось. Оно и к лучшему. Я хочу еще кое-что прикупить. Итого у нас 300, друзья. Эти деньги уже можно смело тратить. Пока тут идет добыча. Пока оно все нормально переплавляется, обрабатывается. И получится за это время у нас мега крутой слиток железа. Реально. Кстати, с этими конвейерами я перестарался. Нужно было обычных купить. Получится супер много железа. В следующей серии докупим буры. Хотел уехать. Чуть не забыл, что неплохо было бы машину заправить. А то она сейчас вот-вот разрядится. А компрессор, друзья, стоит 2340. Офигеть. Офигеть. Ну, придется подкопить деньжат. Но зато я купил сразу плавилку, чтобы переплавлять вот эти драгоценные камни чертовы. Денег, в принципе, хватает. Конвейеров я тоже прикупил. Так что нормально. Даже купил один дополнительный разделительный. Хотя у нас вроде был разделительный. Но ничего, лишними они не бывают. На всякий случай, пускай еще валяются. Вертикальные конвейеры у нас есть. С этим проблем нет. Сколько денег остается? 296. Тратить их я, пожалуй, не буду. Куплю, не знаю, ремонтный станок. Так, пускай валяются тут. Че, возвращаемся на базу и, наконец-таки, доделываем это безобразие. Мы дома, друзья, мы дома. Берем сразу конвейеры. Это не то, что нам нужно. У нас же еще... Это тоже не то, что нам нужно. У нас же еще дробилка, посмотрите, есть. А я совсем и забыл. О, все сломалось. Я так и знал, блин. Так и знал. Не зря деньги оставили. И... Парам, друзья. А? Наконец-таки. Цепочка завершена... А, нет, не завершена. Еще одного не хватает. Сейчас, сейчас все починим. Сейчас. Пойду, куплю. Куплю ремонтный комплект. Там один ключ всего лишь остался. Давай. Хорошо. Сейчас починим. Починим обязательно. Ломается одновременно. Будем ставить фильтры. Все, руки не дойдут, друзья. Как только завершим эту цепь, поставлю обязательно фильтры. Так. Конвейер, друзья мои. Конвейер. Вот он. Ну-о-о. Готово. Готово, друзья мои. Готово. Так, земля перерабатывается. Ну что, момент истины. Можно активировать. Я не достаю отсюда, да? Придется прыгать вниз. Тут еще труба есть. Активируем нашу извлекалку. Видите, здесь уже земля такая плоская. Видите, она прям идеально плоская. Я пытался копать глубже, не копается. Так, поднимаемся выше, друзья. Ну, и осталось только дождаться момента, когда первая земля пойдет. И посмотрим, будет ли там клотиум. И интересно, будет ли справляться одна дробилка, пока неизвестно. Ну, а пока у нас тут этого неизвестно. Пока у нас тут то, пока у нас все пятое-десятое. Я предлагаю пока отрубить вот это оборудование. Потому что нам нужно заняться другими вещами. Гораздо более важными. Заняться ответвлением. Давай. Так, нам нужна разделилка, наверное. Хотя можно прямо здесь повернуть. Слушай, зачем нам разделилку ставить? Вопрос в том, есть ли у нас угловые трубы. Не угловые, а Т-образные нужны. Поставлю сразу печь для драгоценных камней. Почему бы и нет? Чтобы не для драгоценных, а для сияющих. Ох, 560. Т-образные, да. Сразу поставим дополнительную печь. Завод сегодня максимально вырос. По размеру, да, и по качеству, мне так кажется. Все что угодно делаю, только не то, что нужно. Так, и здесь ставим разделительный конвейер. Где он у нас? Вот и он, собственно. Так. Ну, ну. О, эту штуку пока можно извлечь. Так, далее. Какая у нас тут конструкция? Сперва идет эта труба. А, еще один конвейер не хватает. А нет, есть конвейер, еще один. Есть, есть, есть. Нормально. Так, теперь угловую. Одну и вторую. И на вторую, слушай. А есть еще как раз одна осталась. Можно и тут этот сегмент убрать, но нет. У нас же тут централизатор идет, поэтому сегмент убрать не получится. А вот конвейер диагональный вполне себе получится поставить. Подожди, я не вижу, где он. Вот так? Да, шикарно. Потом прямой конвейер. Да все то же самое, что мы уже делали до этого. Повторяем просто. Такс. Теперь воронка. И плавильная печь. И все, вуаля, готово. Есть. Иди пока сюда. И плавильная печь. Иди сюда, иди сюда. Все, изумительно. Теперь у нас все драгоценные камни, сияющие, будут сиять там, где они должны сиять. Главное не забыть. Это золото, это железо, это сияющие камни. Надо теперь их разделить. Давай. Это получается... Друзья, это клотиум! Только он застрял. Погоди. Ну, клотиум, значит... Это клотиум же? Самородок клотиума. Клотиум добывается, друзья мои. А теперь тормозим процесс, чтобы не было беспорядка. Нам, значит, нужно... Слушай, а нафига? Давайте клотиум плавить. Зачем нам плавить драгоценные камни, если мы будем плавить клотиум? Я закину сюда лучше клотиум. Для драгоценных камней еще одну линию сделаем. Еще одну печь. Офигеть. Ух, так все. Тормозим. Главное, что все работает, друзья. И на этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Нужно будет решить вопросы, появляющиеся. Что делать с драгоценными камнями? Как их полировать? Но главное, что все это мероприятие... Все было не зря. Давления, в принципе, хватает. Где-нибудь местами мы еще его усилим. Правда, земля идет не особо ровно. Именно в этой части. Но зато тут она падает идеально в центр. Так что проблем быть не должно. Почему она здесь неровно идет, я не знаю. До этого шла относительно ровно. Теперь идет неровно. Ну, а клотиум будет плавиться. Конечно, он не так быстро добывается, как железо или золото. Потому что это более редкий минерал. Но добывается. И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи, пока. И счастья вам. Берегите себя, друзья. Пока. Ух, клотиум. Субтитры сделал DimaTorzok